ассаламу алейкум всем достойным манкуртов прошу пройти мимо я нахожусь на территории английского мохка географически это сегодня дагестан здесь слева у меня протекает родниковая речка она формирует условную административную границу сегодня с точки зрения российской административной системы сейчас я покажу вам эту речку по которой как бы естественно договорились оба том где чья территория находится вот она эта речка вот то что слева от нее это территория чеченского махка а то что справа это территория андийского махка а тут меня один знакомый андеец муртуз это единственный который здесь зимой это остальные отгоняет скот сюда только на лето начиная с 15 мая до 15 октября а муртуз единственный здесь абориген у него сейчас время покоса у него около 50 коров ему нужно заготовить на зиму сена вот он уже сено скосил и он такие маленькие стагара их собирает его сестра вон она вдали белой шапочки это наши гости ну вот прямо видно как проложен забор вдоль естественной территории эти забор с колючей проволоки вот правую сторону он косит а левую оставляет такая интересная граница земельного участка правую сторону косит свою левую оставляет вот так вот же всегда жили горцы они не прочерчивали ровную линию они брали что-то естественное в виде храб хребта родника влащины ущелья и вдоль него прочерчивали ну она она остановилась естественной границей ну понятно почему он здесь забор поставил он забор здесь поставил никак границу он пытался сохранить эту траву для покоса если не огородить забором то его собственный скот и чужой скот вытопчут вместо покоса и у него осенью не будет сена поэтому пасет он в другом месте а эту территорию держит для покоса то есть показав вам вот этот забор вы могли предположить что вот такой вот нелепый забор является административной границей чеченской республики условно чеченского махка и андийского махка нет этот забор он сделал против своего и чужого скота чтобы сохранить себе территорию покоса все равно хорошие здесь нет крупных несъедобных и очень мало колючек то есть она хорошо выглядит то есть приемлемо для скота я говорю про колючки вот такого плана эти это проблема для скота хотя они их едят вот они в основном создают проблемы ну что посмотрели на покос нет большинство даже облегчает себе задачу подгоняет скот сюда то есть подгонять штагам и они едят так легче а вот это огород я так понимаю это не огород это загон для скота а он здесь держит он вечером их летнее время видите вытоптана это не огород это загон для скота вот что значит городская нифига не знает да ну вы думаете я знаю я просто у вас вы спрашиваете дело в том что вот в условиях плохой логистики доставка доставки всяких материалов лепит загоны из всего что было как в старой русской песне я его слепила из того что было поэтому приоритет всегда сену поэтому забор здесь качественно а здесь не обязательно лишь бы не выходило поэтому заборы делают по приоритету не знаю насколько это достоверно но мне рассказывали что руководитель чеченского и дагестанского государства 19 века когда ехал на лошади и видел корову он приставал из-за уважения к ней потому что скот был основой экономики ну вот на сегодняшний день туризм является скажем так 40 процентов внутреннего дохода греется и почти 70 процентов рабочих мест естественно по туристам они стоят условно то же самое и в горах дагестана скот это основа твоей экономики поэтому ущерб остальным аспектам у тебя всегда на первом плане скот помните что он сказал а чего делаете зимой скот скотом занимаюсь но вы использовать коров как мясо получается ну как продажу просто на мясо и мясо одежда еда все ты же одевался в кожаные куртки из коровьи шкуры то есть пластика не было кавычука тоже не было обувь тоже кожаную то есть там зависит какого качества то нужно обувь или одежда если более мягкая то есть не обувь то это барани то есть в виде тулупа а если тебе нужна обувь то коровья у нее шкура более плотная более износоустойчиво логика понятна все что тебе нужно тебе давал скот а если говорит про витамины они что же нужны они вот они здесь только травы которые едят горцы которых мы даже вообразить не сможем насколько много разновидностей единственно тебе не хватало зерновых зерно обмен а что еще нужно человеку вот и все еда тепло жилье и эмоции видите сзади смеются их тоже можно от животных получить нет эмоции от животных это своеобразные эмоции самые социально необходимые это эмоции от общения с людьми это танцы это музыка это поэтому горцы всегда музыканты обязательно поэтому и танцуют обязательно то есть танцы и музыка объединяют людей потому что это язык международный тебе не нужно знать аварский чтобы станцевать на лесгинке в аварском селе то есть тебе не нужно испанский чтобы станцевать тарантеллу поэтому музыка и язык жестов это язык международного общения поэтому необходим вот и все а теперь мы с вами видим скотовода который пытается влезть туристическую отрасль поймем на дороге людей это называется современный гибридный горец ведь колоритный сослом чайник рядом стоит турист которого пытается накормить уртус может мы пойдем покушаем потом вернемся как раз чай то есть кипятит просто чаем хорошо минут через двадцать мы придем за чаем и сыр это не обед я должен гости накормить гость должен быть сыты правильно а у тебя скажем десерт после обеда мы вернемся к тебе обедаем то у него сама самовар долго кипит